Весенний призыв в армию в самом разгаре. Ты уже получил поездку или она придет со дня на день? Не хочешь проверять на себе все тяготы и лишения воинской службы? Обращайся в юридическую компанию призывание.ру. Компания с 2009 года помогает призывникам законным путем избежать призывного рабства в России. Задай свой вопрос юристу в паблике ВКонтакте и получи развернутый ответ по твоей ситуации с военкоматом и армией. Здравствуй, дорогой друг. Пришла весна, у некоторых обострение. И вот главное обострение сегодня мне прилетело на почту. С официальной почты Ютьюба, не подумайте, не какой-то фейк. Дорогой Камикадзе Дэд, настоящим уведомляем вас, что вы получили жалобу на невмешательство в частную жизнь касательно вашего контента. Идет мое вчерашнее видео про комментарии к интервью Саши Спилберг у Мединского, если можно так сказать. И указан хрометраж 947, вы не поверите, что там? Там вставка с ВГТРК, где Мединский пытается сформулировать, что же такое культура. Позорнейшим образом, министр культуры. Ну и требование убрать, соответственно, этот момент. Знаете, это потрясающе именно в том смысле, что если бы я нарушил авторские права, допустим, пришла бы соответствующая жалоба. Или правило Ютьюба нарушил, тоже пришел бы страйк. Но нет, тут нарушение невмешательства в частную жизнь. И я знаю, кто мог кинуть это. Только один человек, который изображен на видео. Это Владимир Мединский. Владимир Мединский занимается тем, что подает жалобы на видео на Ютьюбе с его участием. Это просто финиш, полнейший финиш. Это насколько надо быть неуверенным в себе человеком, насколько надо соответствовать тому, как он сидит при интервью Саши Спилберг. Насколько он бубнит себе под нос. Жалобы отправляет, причем по абсолютно идиотским основаниям. Я прошу Ютьюб рассказать, кто же подал эту жалобу. Мне очень важно, мне очень интересно. Если мои догадки оправдаются, я прям про Мединского буду снимать гораздо чаще. Потому что такой реакции у меня еще никогда не было от чиновника на мои видео. Ну и само собой, распространите это видео максимально мою реакцию на интервью Саши Спилберг. Перезаливаю без этого куска. Спасибо за внимание. Максимальный репост, друзья. Здравствуй, дорогой друг. Уже третье видео за день, но я не могу его не сделать, потому что мне сам BadComedian прислал ссылочку на интервью. Назовем это интервью Саши Спилберг. Это популярная у младшей аудитории Ютьюба ютуберша с почти пятью миллионами подписчиков. Она взяла интервью у Владимира Мединского, министра культуры РФ. То есть продолжение истории, когда видеоблогеры во главе с Николаем Соболевым и Сашей Спилберг встречались с Мединским. Всячески выказывали заинтересованность в вопросах культуры. Вдруг, вжух, они начали интересоваться культурой. И представление Саши Спилберг. Сегодня в моем видео очень необычный гость. Действительно необычный. Уж, да, про лишнюю хромосому разве обычный гость скажет? Это человек, который круче всех, разбирается в искусстве. И вот я слушал с телефона в туалете, где, собственно, и положено смотреть интервью с Мединским. И мне послушалось не круче, а хуже всех разбирается. Но потом я с компьютера услышал, что круче всех разбирается в искусстве, литературе, кино. И куда можно пойти в пятницу вечером, чтобы не сидеть у монитора компьютера. Саша Спилберг хороший человек, я уверен. Она добрая девочка. Не до конца понимает, во что ее втянули. Я даже не буду к ней обращаться, что-то там просить, как к Николаю Соболеву. Не важно. Я просто буду оценивать интервью с точки зрения Мединского. Значит, его так представили, что он круче всех разбирается в искусстве, литературе, кино. И он... что дальше? Под идиотский звук появляется в кадре Владимир Мединский. И так просто... появляется. Персона такого масштаба впервые появляется на канале у видеоблогера. Но ведь были в ранних роликах MyDuxVision Владимир Путин, которому сам Никель жал руку. Было Дмитрий Анатольевич Медведев видео. Соответственно, Мединский вообще... Может быть, Саша Спилберг его стебет так, что такого масштаба. Я, кстати, кадры с интервью не выкладываю, потому что, ну, могут страйки, но фиг знает, какая будет реакция. Значит, Владимир Мединский не сидит в соцсетях. Времени нет. В дороге, машине могу посмотреть Твиттер. Вконтакте ведет пресс-служба Владимира Мединского. По количеству подписчиков Владимир Мединский говорит, что он не дотягивает до Саши Спилберг. Но стремится. Но стремиться к Саше Спилбергу дело хорошее. Для этого надо сняться в хорошем кино, при поддержке фонда кино, типа взломать блогеров. Немаловажно. Развлекательное провождение времени в интернете, по мнению Мединского, это плохо. Прямо вот он однозначно говорит. Это плохо. Образовательное? Хорошо. Вдумывайтесь. Это, кстати, полезная информация. Смотрят какую-то муть на Ютубе, если его дети. Он старается их ограничивать, если сидят в программе Яндекс.Переводчик. Слава Богу. Муть в интернете, я надеюсь, это не про расследование в БК. Или про то, что его диссертацию доказывают, что она сворована у Мединского. И что он фиговенький такой у нас кандидат или доктор наук. Я не знаю, ни на то, ни на другое не тянет. У всех наших музеев, театров есть хорошие сайты. Культура РФ, например. Ну, может быть и есть у наших театров, музеев хорошие сайты, а вот зданий хороших и зарплат хороших у сотрудников нет. Может быть стоит поменять приоритеты, что сайты это не так важно для объекта культуры. Если вы там не делаете виртуальные туры, как это планируют запустить уже и, собственно, для чего виртуальные очки эти разрабатываются. Сейчас же обкатывается механизм. Я думаю, что в будущем будет прекрасная возможность по Лувру походить, не выходя из квартиры. Просто нацепив на себя виртуальные очки. Это здорово и для людей без денег, и для людей с ограниченными физическими возможностями. Но, в принципе, по ролику, по интервью постоянно идет реклама. Реклама какого-то фильма, реклама какого-то сайта. Беспрестанно Владимир Мединский думает, что так он разрекламирует что-то. Я не говорю, что это плохие сайты, я просто говорю, что это неумелая реклама. То есть Владимир Мединский думал заинтересовать так зрителя Саши Спилберг, что Саша Спилберг говорит, что смотрит регулярно сайт Культура РФ. Я цитирую Сашу Спилберг, очень интересно добавляет она с легкой улыбкой. Возможно, Саша Спилберг понимает, какую хрень она несет, что она смотрит регулярно, и что такое регулярно Саша Спилберг на сайте Культура РФ. Это камера или фотоаппарат? Уточняет Владимир Мединский про оборудование, на которое его снимают. Это камера, отвечает Саша Спилберг, но формально фотоаппарат. Давайте остановимся на этом в плане технических познаний. В школе Мединский дрался, с возрастом все чаще договаривался и меньше дрался. Саша Спилберг постоянно дралась, в отличие от Мединского. Но хоть где-то превосходит Мединский Сашу Спилберг, хоть в этом вопросе. А сейчас за Владимира Мединского, я так понимаю, дерется ОМОН и Росгвардия, поэтому ему самому уже не надо драться. Какой бы Мединский выбрал хэштег для своего канала, спрашивает Саша Спилберг. Хэштег это модно. Нет, Саша, уже хэштег давно не модно. Еще, наверное, с песней Blurred Lines. Этого тика, где полуголая Эмиля Ротаковский скачет, или голая, если вы смотрите версию 18+. Это уже не модно. Хэштеги уже не модно. Любая выставка, любое культурное событие, говорит Мединский, лучше, чем монитор компьютера. Зафиксировали тоже, да? Мединский называет пять самых интересных книг из школьной программы. Читать важно и смотреть телевизор трата времени, добавляет Мединский. Я благодарен Владимиру Мединскому за то, что он не подпускает младшую аудиторию Ютьюба к телевизору, где ей промоют мозги. Это здорово. Спасибо, Владимир Ростиславович. Спасибо, что вы не даете шансов зомбоящику превратить в безмозглых дебилов. Огромное количество подрастающего поколения. Спасибо вам. Пять фильмов нашего кинематографа он не стал перечислять. Сказал, что у нас есть сто список из ста фильмов. Я, кстати, делал цитаты из этих всех ста фильмов. Доставлю в описании к ролику. Все произведения искусства производят впечатление. Важно, к каким действиям тебя подтолкнуло произведение искусства, говорит Мединский. Я бы сразу задал, если бы посчастливилось мне быть в одной комнате с ними на этом великолепном интервью, я бы задал вопрос, к каким действиям может подтолкнуть фильм «Взломать блогеров», на который фонд кино выделил деньги. И Саша Спилберг там снялась. Каким действием? Выйти из окна, ну это пропаганда детского суицида. Это уголовно наказуемо. Поэтому ваши фанаты не знают, кто такой Ленин, говорит Владимир Мединский. Ну как же так? Ну нельзя. Недопустимо называть примитивным и бездарным роман «Что делать?». Это я сейчас цитирую не Мединского. Это я сейчас цитирую Владимира Ленина. Ленина, который на вопрос про книгу «Что делать?» Чернышевского сказал, что она меня всего перепахала. И именно эту книгу Владимир Мединский спрашивает у Саши Спилберг, а знаешь ли ты, какая книга Ленина всего перепахала? Что делать? И Ленин, революционер, один из величайших революционеров, я не говорю про его способность управлять страной, я говорю про революцию, так же, как Чи Гевара там сразу ушел, как только сделал революцию, убежал. И очень, кстати, к месту Владимир Мединский призывает нас почитать книгу «Что делать?» Чернышевского, который зарядил кучу революционеров. Дайте, что же говорит Ленин. Недопустимо называть примитивным и бездарным роман «Что делать?». Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Вот эту книгу рекомендуют к прочтению Мединский. «Молодец, Мединский, не такой уж ты плохой человек, как я думал. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно? Он, например, увлек моего брата, увлек меня, говорит Ленин. Он меня всего глубоко перепахал». Мединский постоянно что-то слушает, аудиокниги, когда механически делает, например, бреется. «Что бы осталось в голове?», говорит Владимир Мединский. «Саша Спилберг, надо мне брать с вас пример». Она это сказала почти сразу, потому что он сказал, что когда он бреется, поэтому, Саша, не надо тебе бриться, у тебя нет растительности на лице, все в порядке. Не хочет говорить, во сколько лет впервые поцеловался. «Культура – это то, что отличает нас от шимпанзе», говорит Мединский. Он значительно поднялся после тех времен, когда не мог сформулировать, что же такое культура. Вот вставочка. Учителю много не надо, говорит Мединский. Надо его слушать и понимать, что дурному он тебя не научит, ничего плохого априори не скажет. Сейчас очень неадекватно выглядит эта фраза на фоне того, как учителя, директора в школах промывают ученикам мозги, которые ходили на митинги протеста 26 марта, а даже к тем, кто не ходили, все равно лезут со своей пропагандой ватной. Не надо говорить, что учитель ничего плохого не скажет, особенно если из департамента образования города или региона спускается разнарядка провести профилактические беседы с молодежью, которая вдруг начала интересоваться социалкой, экономикой, политикой в стране. Это ужасно. Куда же вы идете-то за Навальным? Нет, нельзя. Вы в 90-х не жили. Вот, наверное, про это Мединский говорит, когда вспоминает, что дурному тебя учитель не научит. Потом следует огромное количество советов от Мединского, я аж заслушался, записал некоторые. Займитесь спортом, поговорите с родителями, доделайте домашнюю работу, помогите маме по дому, и тогда, еще кучу всего он перечисляет, и тогда вы станете успешными, такими же успешными, как Саша Спилберг. Но я не думаю, чтобы стать такими же успешными, как Саша Спилберг, это поможет. Надо родиться в семье богатого человека, Александра Балковского, и тогда вы станете такими же успешными, как Саша Спилберг. Я подчеркиваю, такими же успешными, как Саша Спилберг. Не такими же успешными, как еще кто-то другой блогер, у которого нет богатых родителей, а вот, как Саша Спилберг. Не знаю, стоит ли смотреть, это абсолютно бессмысленное интервью, ни о чем, в котором ни одного острого вопроса не было задано, да и глупо требовать, наверное, от Саши Спилберг и задавать острые вопросы Мединскому. Задачей интервью было прорекламировать сайт Культура, РФ и какие-то фильмы. Спасибо за внимание, жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе и вступайте в наш паблик Сатира без позитива. Там что-то существеннее, чем интервью с Мединским. Удачи!